Здравствуйте, с вами дежурная по городу Анна Водоватова. Вместе со мной за повседневной жизнью Перми и Пермяков наблюдают оператор Александр Аксенов и водитель Татьяна Кокшарова. Ну а колесим мы по дворам и улицам Перми на автомобиле Джоли МК от компании Демидыч, что на Ким 75. Уральский климат продолжает оставаться непредсказуемым. То 30-градусная жара, то холод с дождями. И когда наступает такая комфортная погода, как сегодня, очень хочется, чтобы она продержалась как можно дольше. Но мы можем желать всего чего угодно. Тем временем у небесной канцелярии на Пермский край свои иные планы. Сегодняшний всплеск летнего тепла окажется кратким эпизодом. Завтра в наш регион будет распространяться более холодный воздух. И температура воздуха понизится к понедельнику до 11-13 градусов. Погода будет неустойчивая, с кратковременными дождями. И надолго опять такая осенняя погода. На следующей неделе будет по-настоящему осенняя погода. Знал бы старый диван, что даже после того, как отслужит своим хозяевам, и дальше будет приносить пользу. И очень бы сильно удивился, когда узнал, какую. Ведь некоторые его части теперь прямо посреди улицы на Краснофлотской 31 сигнализируют об опасности. А именно о провале дорожного полотна. Диванные доски довольно-таки крепкие, какое-то время еще продержатся. Но провал-то от этого меньше не станет. И тем более не исчезнет. Так что, хочешь не хочешь, а этой ямой в итоге все равно придется заниматься специалистом коммунальных служб. С недавнего времени один из лежачих полицейских рядом 42-й школы на улице Нестерова несет, можно сказать, двойную нагрузку. Он же полицейский, он же пешеходный переход. Вот так необходимый элемент проезжей части с помощью дорожников целиком и полностью посвятил себя безопасности пешеходов. В том, что русский язык велик и могуч, одна из наших телезрителей Юлия Черноусова убедилась воочию, когда увидела это объявление. Продам пианину. Какая прелесть! Кто-то уже оккультурился, овладел инструментом, теперь вот другим помочь хочет. И продает свою пианину. Сразу после выходных в понедельник кого-то из наших телезрителей, победителя конкурса на лучшую новость недели, ждет приятный сюрприз. Подарок от компании «Пивоопторг», которая является эксклюзивным дистрибьютором минеральной воды «Славянской». Но конкурс-то на этом не закончится, так что мы по-прежнему с нетерпением ждем от вас сообщений, которые вы можете передавать, как всегда, в информационно-справочную службу дежурной по городу по телефону 2-630-300. И на этом заканчивает свою работу дежурная бригада в составе Анны Водоватова, Александра Аксенова и Татьяны Кокшаровой. Поменьше вам разочарования и побольше хороших новостей. Удачи! Скоро увидимся. Пока!